Всем привет! Ну что, мы продолжаем проходить Дэдэд Винланд. В прошлый раз на нас напали бандиты и сказали, что нам нужно выплачивать дань. Но, благо, хотя бы с древесиной у нас всё в порядке. На этот раз Мойра у нас занимается тем, что исследует местность, потому что у Кари сломаны ноги. Поэтому... О, нет, нет, тебе это не нужно. Давай лучше на исследовании сосредоточимся и поищем... Поищем, наверное, где-нибудь вот здесь. Раз уж начали. Так, и мы, кстати, можем сейчас заняться постройкой. Давай, наверное, так и сделаем. Ремесло. И давай, наверное, построим... Что у нас тут есть? Рыболовный лагерь. Ну, почему бы и нет? Мы можем делать удочки, заниматься рыбалкой. И, в общем... Потом мы, наверное, сделаем себе сушилку. Что, в принципе, звучит как довольно разумный ход. Хотя мы могли бы сделать и охотничий лагерь. Смотри, то есть мы можем делать ловушки. А можем делать смертельные ловушки. Ловить всякое зверьё. И даже делать какую-то себе одежду. Для того, чтобы у нас повысила скрытность. Что, в принципе, довольно неплохо. Хотя, с другой стороны, смотри, мы можем в рыболовном лагере делать себе из тухлятины наживку. А тухлятины у нас обычно очень много. Поэтому я бы, может быть, всё-таки склонился... Сейчас, что у нас в охотничьем лагере? Луки. Снижение ранения. Прибавка к сырому мясу. Ну, в общем, рыболовный лагерь, мне кажется, звучит поинтереснее. Давай всё-таки его сделаем. Так, отлично. Вот мы начали его делать. Карри у нас занимается водой. Но, мне кажется, там уже и так достаточно у нас непитьевой воды. Давай её прокипятим. Так, ну, я думаю, нам столько хватит. Всё, давай чуть-чуть ещё. Ну, я думаю, столько нам хватит. Отлично. Так, и давай тогда у нас Карри отправится на поиски ресурсов. Потому что жена у нас как-то подустала. Сейчас. Дай-ка посмотрим, что с ней вообще происходит. Жёнушка, что с тобой? Депрессия. А, то есть, каждую ночь. Угу. Понятно. Ну, у неё, конечно, показатели не самые лучшие. Апатия. А, я даже не знаю, стоит ли её ставить на отдых. Ну, наверное, стоит. Потому что, если не она, то кто ещё у нас будет всем этим заниматься? Так. Погоди. Что у нас там есть? По близости. А, грязная одежда. Ну, в общем, что ж. Я даже не знаю, стоит ли обыскивать. Не стоит. Давай попробуем. Хотя... Давай, наверное, пока что в лагерь. Потом, наверное, всем этим займёмся. Но она не пропадёт в любом случае. Поэтому... Я думаю, всё будет хорошо. Кари у нас будет искать... На кораблекрушении ресурсы. А Мойра будет исследовать территорию. Везлижайшую. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Так. Смотри, у него пребывался поиск. Немножко дерева. А, даже немножко верёвок нашла. Воу-воу-воу. И сыр. Даже бинты нашла. Отлично. Так. А что у других? Ремесло плюс один. Ну, вроде бы не всё так плохо. Сколько-то? 42%? Нормально. Апатия хотя бы от неё не прибавилась. Я не имал в виду депрессия. Так. Жена отдохнула. Так. И Мойра у нас исследовала побережье. Ловкость плюс один. Нормально. Так. Давай-ка новую тогда территорию. Так. Пускай она, наверное, исследует... Беники-беники или вареники. Не знаю даже, какую из этих территорий. Я думал влево пойти, но... Раз уж начали, то... Да, давай попробуем. Так. А сколько там шанс столкновения? Тут не написано. То есть, это всё рандомным образом происходит. Давай, наверное, в левую часть всё-таки попробуем пойти. Так. Да, да. Тогда что у нас там с едой и водой? Ну, ещё немножко прикопитим. Я думаю, нам этого хватит. Мы должны поговорить. Вы понимаете. Всё так сильно болит. Мам, я точно останусь без ноги. Не привлечь её, малышка. Мойра, ты сможешь что-нибудь сделать с нашими ранами? Вот, это мои последние настойки. Не тратьте их на каре. Она молодая и переживёт. Настой тысячелечника. Эй, мам. Простите, я не смог вас защитить. Ты не виноват, пап. Они были слишком сильны. Когда я сказал, что надеюсь, что этот остров необитаемым, вероятно, моими устами говорил Локи. Но все ещё живы, так что надежда у нас ещё есть. Надежда всегда есть. Но что вы думаете про дань, который он говорил всерьёз? Я думаю, он был чертовски серьёзен. Мы должны подготовить дань за эту неделю. Это 10 кусков древесины. Ты очень молчалив, Эрик. О чём ты думаешь? Я думаю о будущем. Так, ну смотри. Выплеснуть злость, наверное, не вариант, потому что, наверное, это как-то попадёт на его жену и детей. Поэтому, наверное, не стоит. А приободрить? Ну, это, в принципе, возможно, неплохой способ утешить людей в лагере. Но, ладно, давай, наверное, рискнём и попробуем выплеснуть злость. Посмотрим, к чему это приведёт. Хотя... Слушай, стоит ли? Давай всё-таки приободрим. Всё будет хорошо. Мы должны упорно трудиться и сможем выплатить дань, я уверен. Так, прибавилось отношение с женой, но... Немножко пропало с дочерью. И мы получили отрицательную способность. Отрицание. Да, ещё есть лучик надежды, что мы сможем отыскать на острове помощников. Или ещё одних ворогов. Но я согласен. Нам определённо стоит исследовать остров и поискать помощь. Боюсь, что в одиночестве мы станем лёгкой добычей. Да, ты это сказала, мама. Завтра я уйду подальше от этого проклятого лагеря. Я не думаю, что ты сможешь уйти, потому что у тебя переломаны ноги. Так, смотри, голод. У нас задание найти союзников. И у нас есть немножко воды. Давай, наверное, сейчас все у нас попьют. Надеюсь, у всех сработает. Раз, два, три. Да, со всеми сработало. Так. Что у нас тут есть? Сырая рыба. Давай её, наверное, скормим жене. Отлично. А снижает усталость молоко. Слушай, ну, с усталостью... Давай, наверное, жене всё-таки дадим. Так, неплохо. Так, и у нас ещё осталось сырое мясо. Блин, конечно, не самая лучшая идея давать сырое мясо своим. Но нам ничего не остаётся, поэтому... Так. Ну что же. Немножко болезни прибавилось у всех. Да, да. Я думаю, в принципе, неплохой конец дня. Сейчас посмотрим, сколько там вообще снимется с них. Так. Плюс шесть уныния. И минус двенадцать усталости. Неплохо. Ну что же. Вот и новый день. В общем, погода у нас солнечная, поэтому можно было бы оставить своих на тех же работах. Пускай у нас создаётся тогда рыболовное место. А Мойра и остальные, в принципе, продолжают заниматься тем, чем они занимаются. Давай посмотрим, что из этого вообще выйдет. Хотя Карри можно было бы отправить на поиски ресурсов. Я думаю, она как-то побольше бы с этого всего добыла. Либо можно было бы жену отправить. Сорок пять. У неё поиск. Давай, наверное, жену отправим. Пускай она уже этим занимается. Ну да, да, неплохо. Так, что у нас там сейчас открывается? Какая область? Слева вот эта вот область открывается. Ну да, да, меня это устраивает. Дай попробуем. Посмотрим ещё, что из этого выйдет. Так, немного дерева. Немного верёвок. И даже ткань нашли. Сушёное мясо. Отлично. Так, на неё прибавилась усталость и прибавилась уныние. Так, почти построили рыболовный лагерь. И у неё прибавилась сила. Ну и Карри тоже что-то сделала. В принципе, списывается счёт. Это тоже не стоит. Хоть какая-то помощь. Так, лес 76%. Неплохо. Разведка два дня. Отлично. Сейчас посмотрим, что там вообще будет. Так. Жену, наверное, давай попробуем сейчас отправить куда-то ещё. Или пускай она добывается добычей воды. С водой у нас сейчас не всё так хорошо, прямо скажем. С другой стороны и не всё так плохо. Так. Может быть, Карри отправить на поиски? Давай посмотрим, сколько она вообще там найдёт. 38. Слушай, ну да, пускай займётся, наверное, тогда этим. Так, жена у нас будет заниматься добычей воды. И у нас всё так же исследуется область ниже. Да. Да. Да, да, именно. Отлично. Пойдём посмотрим. Так, немного дерева. Немного верёвок. Так, сырые овощи. Отлично. Бурдюк. Ну, уныние, конечно, у неё побольше прибавляется в этой области. Так, ремесло плюс один. И мы построили, наконец-то, наш рыболовный лагерь. Так, чё там с водой? Да, и немного воды добыли. Отлично. Так, кажется, мы должны были исследовать новую территорию. Да, новая область открыта. Отлично. 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 Плюс 18 к усталости. Охренеть, не встать. Слушай, ну, нехило. Действительно, очень даже неплохо. Пускай она, наверное... Хотя сейчас уже конец дня будет, поэтому... Зачем её там куда-то перемещать? Давай посмотрим, что у неё с характеристиками. Так, у мужа... Атлет... Выносливость. Что у тебя вообще с выносливостью? Ну, не скажу, что... Исследование, поиск, горное дело, лесничество. А рыболовство это у нас средоточение. Угу, понятно. Так, смотри, ловкий дуэлянт. Меткость плюс 10, уклонение плюс 10, минимальный урон минус 1. Ну, звучит так себе. Так, плюс 75% к опыту животноводства. Так, уменьшение уныния. Слушай, ну, вообще, в принципе, у него с унынием всегда всё плохо. Поэтому давай, наверное, возьмём себе вот это вот. Быстрое восстановление от уныния. Потому что сейчас у него совсем всё будет с этим плохо. Так, вот. Отлично. Кто там ещё получил у нас уровень моря? Быстрое восстановление от болезни, уменьшение уныния. Так, просто уменьшает уныния. Слушай, у неё просто отличные характеристики. Тут уменьшение уныния, либо увеличение общего показателя усталости. Так. Ну, давай посмотрим на её черты. Ну, вообще, в принципе, если смотреть на её характеристики, то лучше, наверное, взять... А, снижение усталости. Потому что у неё медлительная характеристика. И лучше пускай вот что-то перевешивает это. Угу. Отлично. Так. Рыболовство 28. Слушай, ну я не думаю, что ей вообще рыболовство подходит. Но, кто знает. Что мы могли бы ещё делать с помощью этой постройки? Ну, кажется, что там только можно ловить рыбу и всё. Странно. Я думал, там можно и наживки делать, но... По идее, у нас нету наживок. Так. Дай-ка, наверное, выберем постройку следующую. А постройка у нас будет, скорее всего, я думаю, сушилкой. Плюс там можно высушивать себе не только рыбу, но и фрукты. Что, в принципе, тоже неплохо. У нас получатся такие сухофрукты. Даже мясо можно высушивать. Что уж тут говорить. Так. Ну, тогда, да, меня всё устраивает. Давай, наверное, конец дня. Хотя у нас тут три области. Сундук с орнаментом. Участок с пшеницей. Либо фруктовая роща. Давай, наверное, тогда закончим уже день. Удочка нам пригодится. Я не знаю, если здесь рыбные места, но попробовать стоит. Мы дети моря. Гнев нервно ужасен. Но он даёт нам пищу. Да, у нас непростые отношения. Ты пойдёшь со мной, карри? Да, пап. О, повысилось отношение. Ненавижу рыбалку. Полный отстой. Просто тупо сидишь и ничего не делаешь. Но нам понадобится наживка. Да, не забудьте. Не выбрасывайте испортившуюся еду. Даже если она ужасно пахнет. Мы сможем использовать её для наживки. Чем больше вони, тем лучше. Вот, возьми. Накопилось за пару дней. Это для начала. Так. Отлично. Последнее время я часто вспоминаю дом. Дом? Да, мы все скучаем по дому сестрёнка. Но... Нет, я не про тот дом. Наш первый дом. Забудь. Не надо об этом думать. Но я хочу помнить. Ты помнишь отца? Нашего настоящего отца? Я была слишком маленькой. Я помню мамин голос. Как она пела тебе колыбельное. Но отец... Я даже лица его не помню. Мы были маленькими. И... Торвальд был добр к нам. По-моему, он единственный отец, что у нас был. Торвальд, конечно... Несмотря на то, что он убил нашу настоящую семью. Он был довольно добрым человеком. Не будем об этом. Ты всегда расстраиваешься от этих разговоров. Ты не понимаешь. Ты была слишком мала. Но у меня есть воспоминания. О той жизни, которую у нас отняли. Так. Отношения минус 10. Уныние плюс 10. Чёрт. Ладно. Надеюсь хотя бы... Так. Обезвоживание у всех. Чё-то мне это не нравится. И воды у нас не так много. Чё-то я как-то об этом не подумал даже. А, давай, наверное, дадим карри. Ей и... В принципе, всё. Остальным не хватит. Ладно, давай тогда жени и... Наверное, пока что всё. Будем надеяться, что этого хватит. Так. А другой, видимо, не хватило. Чёрт подери. Так. У нас тут есть сырые овощи. И есть сырое мясо. Давай-ка, пускай все скушают. Эти овощи. Так, здоровая пища. Так, ну... Жалко, конечно, что прибавляется уныние. Блин. Не одно, а так второе. Это, конечно... Немного печалит. Так, кому бы дать эти овощи? Давай, наверное, карри. Пускай скушает. И можно было бы, конечно, отдать последний кусок море. Надеюсь на то, что всё-таки это поможет ей справиться с депрессией. Так, болезнь. Ранение. Так. Уныние плюс пять. Да чёрт подери. Депрессия. Один день. Усталость минус двенадцать. И немножко снял нас огонь. Так. Интенсивность огня у нас понизилась. Что же. Давай тогда, наверное, сделаем себе питьевую воду. Пожалуй, здравая мысль. Ну, я думаю, столько нам хватило. Так. Создаём сушилку. Карри у нас выходит на поиски. И что же тут? Мы могли бы... Так. А Мойра у нас может заниматься? Нет, не может. К сожалению, не может. Хотя... Слушай... Я даже не знаю. У жены депрессия шестьдесят один. Но вроде бы, когда она занимается водой, то депрессия не прибавляется. Поэтому пускай, наверное, продолжает. И у Карри всё ещё проблемы с ногами. Так. Давай-ка посмотрим, что у нас тут есть. Есть из расходуемых предметов. А... Минус десять болезнь. Так. Минус двадцать ранения. Слушай, у нас есть бинты. Мы могли бы попробовать... Снять... 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 Так, сейчас. Дай-ка посмотрим. Черты. Обезвоживание. Перелом ноги. Один день. Ну, слушай, я думаю, мы могли бы и подождать. Так. Воды обычной у нас нету. Дай-ка попробуем использовать бурдюк. А, нет. Мы, к сожалению, не можем его использовать. Жалко, жалко. Ну что же. Пускай тогда Карри действительно ищет... Ищет, 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 ищет. Не знаю, стоит ли, конечно, нам ловить сейчас рыбу. Хотя с едой у нас не все так хорошо. Хотя с другой стороны, наверное, мы можем эту ночь поголодать. Пускай мы будем лучше исследовать территорию. Так, выбрать область. 67%. Слева от нас есть лес. Давай, наверное, все-таки на поляну вот эту-то выйдем. А, звучит как что-то неплохое. Так. Да, да. В принципе, меня это все устраивает. Давай так и сделаем. Состояние лагеря. Так, убежище. Слушай, ну, нам бы, конечно, отремонтировать его. Вот. Повысили качество сна. Давай, наверное, еще даже. Угу. Запасы воды. Давай-ка отремонтируем. Что у нас тут еще? Мастерская. Нет, 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 нет. Не хочу тратить камень. Камень я пока что не хочу тратить. Он нам понадобится. Так, ну, да, да. Я думаю, сойдет. Давай посмотрим, что из этого выйдет. Так, поиск плюс один. Немножко дерева. Веревки. Ужасное блюдо. Ну, это нам понадобится к наживке. Так. Так. И усталость плюс девять. Уныние плюс шесть. Что у тебя? С постройкой твоей. Так, сушилка. Сорок шесть процентов. Слушай, ну, может быть, даже стоит... Раздробленные пальцы. Какого черта, мужик? Что с тобой? О, боже. Усталость плюс десять. Так, исследование плюс один. И поляну на пятьдесят пять процентов. Ловкость плюс один. Неплохо. Усталость смертельная. И она нашла бой. Так. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Я думаю, этого нам вполне хватит. Посмотрим, кто на нас там вышел. Лучник и... Мужик с двуручным топором. Так, смотри-ка. Отражение урона на себя. Давай, наверное, сначала лучника попробуем убить. Сейчас. Хотя мы могли бы... Оборона. Насмешка. Слушай, ну, мы могли бы, конечно, ударить его щитом. Но я боюсь, нам не хватит очков действия. Так. Давай, наверное, будем надеяться, что... Ему хватит двух ударов. Так. Отлично. Так. И давай тогда... Попробуем двинуться вперед. Разбойник атакует Эрика. Но Эрик все-таки смело защититься. Так, бросок топора. На три крита. Неплохо. Так, давай тогда попробуем... Так, ударить палкой. Неплохо. Одного уже нету. Давай, наверное, попробуем... Его вывести из боя. Таким вот образом. Так. И, в принципе, больше мы ничего не можем делать. Так. На два урона. Могли бы атаку берсерка сделать. Но, боюсь... Этого не хватит. Так что... Ладно. Будем надеяться. Сколько у тебя очков в действии? Еще три? Ну, шесть урона. Тоже неплохо. У него два здоровья. Кажется, сначала у нас жена ходит. Поэтому, в принципе, она могла бы справиться. Так. Ну, давай. Один раз попади, пожалуйста. Я надеюсь на тебя... Так. Отлично. Два урона. Победа. Так. Мы даже заработали тут опыт. Слушай, неплохо-неплохо. Даже ресурсы нашли. Так. Давай, наверное, Мойра у нас все-таки на этот раз пойдет отдыхать. Она у нас смертельно устала. И лучше пускай она отдохнет в лагере. Я бы даже, может быть, использовал ей какой-то предмет. Для снижения усталости. Так, смотри. Сейчас. Связанное с заболеваниями. Но у нас вроде бы как никто не болеет. Ну, кроме, конечно, дочки. У дочки перелом ноги. У Эрика раздробленные пальцы. И отрицание. И вывихнутая лодыжка. Отлично. Так. Пускай, наверное, у нас тогда жена займется постройкой сушилки. В принципе, она неплохо его заменяет. А, Эрик уже... Я не знаю. Он мог бы пойти исследовать. Либо... Слушай, рыболовство, да? Да. Почему бы и нет? Давай половим рыбку. Так. Неплохо. Правда, водой у нас сейчас никто не занимается. Но я думаю, нам этого хватит. Мы даже могли бы немножко себе еще сделать. Так. Значит, тут у нас... А, точно, опыт. Так, что у нас тут? Опытный повар. Кари? Повар? Нет, я не думаю. Меткость. Плюс 10%. И уклонение. Так, ну... У меня такое ощущение, что у нее на меткости практически все характеристики боевые. Я прав? Или как у нее все это работает? Ну, меткость у нее и так высокая. Я не вижу смысла ей еще больше делать. Так, стальная кожа. Исследование. Слушай, давай, наверное, все-таки возьмем ее исследование. Потому что все-таки она у нас больше на исследовании территорий, как-никак. Поэтому пускай лучше ищет. Прелом ноги. Так. Три дня! Три дня у него будут раздроблены пальцы. Эрик, ты меня разочаровываешь. Меня очень разочаровываешь. Увихнутая лодыжка и отрицание. Так, ну ладно. Пускай тогда у нас... Усталость 81%. Охренеть! Ну, вроде бы неплохо. Давай, наверное, заканчивать тогда день. Посмотрим, к чему это приведет. Я, может быть, использовал что-то для снижения... Снятия усталости, но у нас ничего такого нет. Поэтому... Да. Давай попробуем. Что-то... Дерево плюс 6. Плюс 4 веревки. И плюс 5 молока. Вау. Неплохо. Так. Сушилка 80%. Отлично. Усталость плюс 13. Так. И у Мойры снялась усталость. Она отдыхала у нас в лагере. Наживка минус 3. Но зато плюс 7 рыбы. Уныние плюс 7. Блин, я думал, тебе нравится ловить рыбу. Какого черта? Мужик. Какого хрена происходит с тобой? О, боже. Я думал, он типичный мужик, которому нравится ловить рыбу и который наоборот успокаивается от этого процесса. Но нет. Мойра, ты знаток предзнамений. Как ты думаешь, боги оставили нас? Я не знаю. Руны непонятны. И я чувствую, что что-то не так с этим островом. Такое чувство, что я далеко от богов. Но одновременно ближе, чем когда-либо прежде. Это странно. Так. Но при этом уныние. Нет. Ты думаешь, это как-то связано со штормами, которые преследовали нас в море? Не думаю, что они как-то связаны с причиной этих отклонений. Может быть, побочным эффектом. Что-то витает в воздухе. Я не знаю, можно ли нам искать это или бежать от него в страхе. Кари, приключения. Нужно быть осторожными. Так. Давай, наверное, скажем приключения. Кари. Мы ее успокоим. И в принципе, это будет неплохо. Если мы сможем разгадать секрет силы Тора или быстроты Скади, я считаю, что мы должны постараться. Так, отношения с матерью испортились, но отношения с Мойру наоборот повысились. Главное, не постричать проказы Локи на пути, моя хорошая. О боже. Так. И при этом они испортились отношения. Ну ладно. Так, обезвоживание 2. Это не очень хорошо, поэтому... Давай, наверное, вот так вот сделаем. Так, 1, 2. Слушай, ну, вот так было бы проще сделать. Так, да, наверное, сойдет. Давай попробуем. Хотя, чисто по логике вещей, мы должны, наоборот, дать шанс Мойре снять усталость максимально. Да, да, я думаю, нам этого хватит. Так, отлично. Ура! У нее сработало. Снялось обезвоживание на 2. И давай тогда, наверное, напоим всех молоком. Так. Голод. Так, а чего у тебя усталость не снимается? Как-то странно. Так. Нет, не сработало. Сырая рыба. Ну что же. Кто нас рискнет? Так, усталость плюс 2. Нет, это в смысле... Я думал, там отнимается усталость, а не прибавляется. Так, давай тогда сырую рыбу. Сырая рыба и молоко. Что может быть лучше? Я их точно не жалею. Так. Ну, пока что, вроде бы, я думаю, этого хватит. Мы могли бы, конечно, так вот сделать. Я думаю, этого хватит. Хотя, давай, наверное, ему уже тоже покормим. Так. Так, болезнь плюс 1. Ранение. Перелом лагии. Убрано. Выхнутая лодыжка тоже. И у нее тоже. Отлично. И разведка тоже снялась. Добавлено. Добавлено хроническое заболевание. Черт тебя подери. О, боже. Так. И у нас добавилась, можно сказать, наживка. Так. Дождливая погода. В принципе, можно было бы... Надо аккуратно сейчас распределять ресурсы. Потому что как раз таки... Сейчас вполне возможно, что... Сейчас. Погоди. Время дождя просто усталость... Усталость прибавляется. Так что надо очень аккуратно к этому подходить. Так. Скайн занимается ремеслом. Мужа... Я даже не знаю. Пускай лесничеством занимается. А Карри пускай у нас исследует местность. 55. Что ж тут говорить. Тут просто ни у кого столько нету. Так. Да, она тогда достроит нам эту постройку. Слушай, мы могли бы действительно поставить мужа заниматься добычей воды. Нет, не могли. Там совсем все плохо. Так, может быть, пускай Мойра у нас... Блин. Ну, что-то как-то совсем с ней все не очень хорошо. Она устала прям очень сильно. Так. Усталость. Ну, даже не знаю, стоит ли, конечно, ее выставлять. Давай, наверное, пускай она пойдет у нас... А, нет, она не может заниматься поиском. Ее... Не все так хорошо. Да и воду она добывать особо не сможет. В таком состоянии. Так, что же она может заниматься? Чем? Так, рыболовством. Слушай, ну... Так себе, конечно. А, будет ли она заниматься рыболовством у нас? Это вопрос. Нет, наверное, все-таки не стоит. Да и... Не знаю, Эрику стоит ли заниматься древесиной? Может быть, его поставить на поиск? Нет. Нет, 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 нет. Ладно. Давай тогда... Слушай, а почему бы нам действительно не отправиться тогда на карту и не попробовать что-нибудь сделать? Смотри, сундук с орнаментом. Открыть силой, осмотреться вокруг. Осторожно открыть. Слушай, ну... Я даже не знаю. Стоит ли нам сначала осмотреться вокруг, а потом открыть силой его? Погоди. Исследование 55. Слушай, ну можно было бы карри поставить на... У нее ловкость 66. Слушай, ну может быть, конечно, и сработает. Но, судя по всему, характеристик никому не хватает. Как я понимаю. Давай, наверное, потом тогда это все сделаем. Сейчас, что у нас тут еще есть? Фруктовая роща. Затаиться, либо сорвать фрукты. Слушай, а хотим ли мы сейчас добывать себе мясо? Мне кажется, что смысла как-то особо нет. И участок с шиницей. Что, в принципе, тоже связано с едой, так или иначе. Нам это не нужно. Давай, наверное, лучше продолжим свою бытовуху. Единственное, конечно, Мойра у нас как-то долго отдыхает, но ладно. Так, и мы построили сушилку. Еда быстро портится. Рыбу и мясо нужно сохранить. Если засолить и высушить в течение одного или двух дней. Так, да, да, отлично. Так, усталость плюс 12. Мойра. А, вот у нас добылась, получается, вода за счет дождика. И у Мойры снялась немножко усталость. Так, лесничество плюс 1. И мы добыли немножко дерева. Так, блин, там же дается уныние. Я забыл, когда работаешь с деревом. Зато мы исследовали поляну. Тоже неплохо. Даже две территории исследовали. Отлично. Ну, Карри у нас молодец. Я слышала тебя, подлый маленький ублюдок. Ты прячешься прямо там, в кустах. Шшш, спокойно, Карри. Не позволяй бурчащему животу отвлекать тебя. Ты поймаешь его. Еще один шаг. Ииии... Время обеда! Собака! Гав! Что за... Тяжело дышит. Собака? Во имя Хель. Что ты делаешь здесь, глупая? Тебя ж убьют. Скулит. Понятно. Придется возвращаться в лагерь с пустыми руками. Кыш. Скулит. Бедненький. Нет, не иди за мной, глупая собака. Иди к своему хозяину. Я сказала нет. У Грема и Карри прошла обратно в лагерь. Вскоре за ней последовала маленькая собака. Жена. Что принесла нам? Он продолжал за мной идти. Он даже не слушал. Это тупая, глупая собака. О, в конце концов. Ты привела возлюбленного в наш дом. Я не думал, что он будет таким волосатым. Но все же. Бедняжка, посмотри. Каким уставшим и голодным он выглядит. Должно быть, он уже один давно. Может быть, он останется с нами? Гав! Кажется, ему нравится эта идея. Если Карри обещает заботиться о нем, я не взражаю. Если хоть немножко научит ее сострадание и ответственности. Что скажешь, Карри? Почему бы и нет? Ты уверена? Это огромная ответственность. Ты знаешь. Тебе придется заботиться о нем каждый день. Даже когда ты устала. Или на улице дождь. И тебе нужно будет его кормить. Ты будешь с ним делиться едой. Даже если голодаешь. Эм. Учитывая все это. Да, я буду. Я знаю. Я знаю. Я буду заботиться о нем. Но ему стоит быть полезным. Придется отрабатывать еду. Так же, как и всем остальным. Я могу натренировать его. Атаковать наших врагов. Как. Гамр. Пес Тюра. Рагнарог. Тяжело дышит. Нам придется сделать многое. Прежде чем ты превратишься в Гамра. Эх. Так. Ну что. У нас появилась собака. Боже. Какой он милый. Отдыхай. Подожди. Но мы же можем ему дать команду. Проверить статус. Хороший мальчик. Ему нужно сырое мясо давать. Немного рыбы. Или ужасное блюдо. Так. Давай, наверное, ему скормим рыбу. А. Смотри. У него появляется привязанность. Выберите действие для собаки. Принеси. Искать. Охотиться. Зализывать раны. Поиграй со мной. Ко мне. Отхраняй фас. И взять. Ну что же. Добавлено. Песик Кари. Случайный специальный примет. Слушай. Ну. В принципе. Неплохо. То есть. Смотри. У него есть. Валюр. Какое имя. Прикольное. Божечки. А. Ну что тут. Обучение. А. Смотри. У него еще и своя ветка получается есть. То есть. Он может. Он может. Может. Даже что-то делать. Но. К сожалению. Мы ничего не можем тут исследовать. Потому что у нас нет костей. Эх. Ну ладно. Ну. Да. И мы не можем с ним взаимодействовать. То есть. Мы не можем его поставить на. Там. Поиск. Место крушения. Корабля. В общем. Нам. Придется. Придется что-то придумывать. Так. И у нас есть сушилка. Где у нас эта сушилка? Скажите мне. Пожалуйста. Так. Сушилка. 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 Почему я не вижу сушилки? А. Вот она. Так. Высушите еду. Единственное что... Ааа. Требуется соль. Кто бы мог подумать. Что для... Ааа. Черт. Так. А где нам добыть соль? Следующий вопрос. А неужели нам нужно... Заниматься... Так. Что он там может добывать? Ааа. Железные жилы. Хорошие камни. Слушай. Ну. Я не понимаю. То есть это либо в шахтерском лагере... Все это находится. Либо где-то в другом месте. Но... Если честно, я даже не могу предположить, где это может быть. Палатка целителя. Место для раненых и больных. Так. Котел. Лагерь сбора фруктов. Причем... Неужели для высушивания овощей там тоже требуется соль? Нет. Вот для как раз таки овощей там ничего не требуется подобного. И шанс воровства 10%. Эм... Так. Ладно. Слушай, ну мы могли бы, конечно, ужасное блюдо ему скормить. Но мне что-то как-то не особо хочется ему давать. Тухлятина всякую. 5% уныния. Но постой, у собаки же, я так понимаю, нет уныния или есть? Давай-ка посмотрим. А, он еще, получается, не отображается в качестве персонажа. То есть это как, грубо говоря, отдельная постройка у нас. Эм... Эм... Значит... То есть у тебя нету шкалы... Господи, как это странно. То есть мы можем скормить ему тухлятина? Судя по всему, да. Так, ну вот, 21% привязанности. Ну, давай, наверное, ему, скажем, принеси. Пускай поработает немножко. Действительно. Почему бы и нет? А, у нас нету костей! Блин! Ну да, пускай тогда отдыхает. Может быть, потом что-то да сможет делать. Так. Постой. У жены 61% депрессии. И, в общем, мне это как-то не особо нравится. Неужели ее на отдых придется оставить? Что там прибавляет? То есть не прибавляет на муные? Кажется, добыча воды не прибавляет. Поэтому пускай она, наверное, займется этим. А на сушилку ее нельзя поставить? Нет, нельзя. Ну, мы, конечно, могли бы и поймать рыбу. Но это дело немножко опасное, потому что у нас прибавится тогда уныние. А это не очень, конечно, хорошо для нас. Но, с другой стороны, нам ничего не остается. Кстати, как у нее с рыбалкой? Дай-ка посмотрим. Рыболовство 6. У Мойры 33. И у Эрика 40. В общем, нам не оставляют альтернатив. Тут либо уже мы ставим Эрика, либо мы ставим Мойру. Давай, может быть, на место крушения мы поставим ее. Она вроде бы как отдохнула, поэтому пускай поработает, действительно. Почему бы и нет. Так, и тогда давай, наверное, сейчас какую зону она исследует? 35% это получается где-то там слева. Ну, да, сойдет, сойдет. Так, смотри-ка. Хотя мы могли бы пойти в какое-то место. Сейчас, что у нас тут? Дерево с трутовиками. Отлично. Нет, я пока с ним не хочу взаимодействовать. Таинственная могила. Выскать зацепки. Давай, наверное, все-таки Мойру отправим. Она, я думаю, с этим прекрасно справится. Вы внимательно осматривайте могилу, чтобы выяснить, кто в ней покоится. Осмотреть руны. С работой. Есть. Судя по надписям, в могиле покоится мистика или жрец, служивший богам викингов. Помолиться. Вы опускаетесь на колени и закрываете глаза, после чего молитесь богу, которому служил покойный. На мгновение вы ощущаете некое подобие связи, но вскоре оно пропадает. У нее снижается усталость. И повышается обаяние. Вы прикладываете глаза и какое-то время думаете о бренности бытия. Открыв же, замечаете диковинный светящийся кристалл, прятанный между камнями. Вы забираете его. Огненный кристалл. Так, ну я планировал, конечно, что-то другое. Так. Перед вами крупное нагромождение камней. Часть из них испещрена светящимися рунами и оконными цепями. Понятно. Так. Слушай, ну, открыть могилу, конечно, это, наверное, такой себе вариант. Кости брать я, конечно, тоже не хотел бы. Я собаку бы отправил, но, к сожалению, нет. Лучше, наверное, не стоит. Пошли посмотрим, что там еще есть. Пускай влево, наверное, идет. Так. А, тряпки. Точно. Давай, наверное, поищем хозяина. Вот, пускай этим займется у нас кари. Должно быть, эту одежду повесили, сушиться еще в стародавние времена. Вы идете на звук течения и находите в маленькой речке, рядом лежит хозяин одежды, придавленный упавшим деревом. Вскоре вы находите причину произошедшего. В русле реки растянулась бобровая плотина. В русле реки растянулась бобровая плотина. Смерть из-за бобров. Какое несчастье. Так. Обыскать плотину 65%. Давай, наверное, обыщем плотину. Да, е-мое! Не сработало. Так. Так, у нее прибавилось ранение. И усталость. Давай, наверное, возьмем одежду. Скай этим, наверное, займется... А, кто же займется? Да, Кари займется. Брать чужой мусор, это вовсе не воровство, верно? Взять всю. Вы берете как можно больше одежды. Пока вы ее несли до лагеря, у вас начал чесаться затылок. Фу! На некоторых вещах была плесень, черви и много чего еще. Вас вырвало. Вы утираете рот грязным рукавом и идете дальше. Как же вас тошнит от этой жизни. Вонючка. Два дня. А что там дает эта вонючка? Давай посмотрим. Обаяние минус 20. А для чего вообще нужно это обаяние, скажи мне, пожалуйста? Так. А, вот. Ну, слушай, я не вижу смысла пока в этом обаянии, поэтому, наверное, не так уж и плохо. Пускай висит. Давай, наверное, немножко прикопятим воды. Потому что воды у нас вроде бы много, но при этом мало. Отлично. Так, поиск 23. Да, давай, попробуем. Так, у нее уровень. Плюс 3 дерева. Плюс 3 веревки. И плюс 3 пива. Депрессия. Два дня. Ты издеваешься. О, господи. Что с тобой? Так, немного воды. Так. Нашли немножко рыбы. Совсем немного. Так. И мы исследовали территорию. Так. Озеро. Начали исследовать лес, но обычно там у нас бандиты сидят, поэтому... Вообще, было бы лучше, наверное, исследовать дальше озеро. Так. У нас заболела собака. Что с тобой? Я не понимаю. А, у нее накопилась энергия. Ну, мы могли бы отправить ее искать что-то. Либо... Либо-либо-либо... Смотри, что у нас тут есть. Охотиться. Залезать раны. Поиграть со мной. Уменьшает уныние. Пускай, наверное, отдыхает. Дальше. Так. Скормим, наверное, ей рыбу. Я думаю, нам, в принципе, хватит. Остального. Так, подожди. А может быть, это у нее? А, она смертельно устала. Понятно теперь, что происходит. Ладно. Что у нас тут есть из... Ладно, вроде бы, в принципе, все, конец дня. Давай посмотрим. Какой смысл тащить маленьких кроликов и рыбу в лагерь? Если мы съедим их сразу, и их приходится выбрасывать. У меня аж руки опускаются. Даже охотиться больше не хочется. Тише, малышка. Для каждой проблемы придется... Найдется решение. Мясо с рыбой можно засолить и высушить на солнце. Вкус будет похуже, чем у свежей еды. Но зато долго не испортится. Вот соль, которую мне удалось сохранить. Пригодится. Да, кстати, соль нам действительно пригодится. Да, мы не можем жить одним днем. Нужно начать планировать наперед. Готовиться к тяжелым временам. И тяжелые времена придут. Кажется, боги задоили на нас злобу. Или на меня. Уныние плюс 13. Скотина, зачем ты это сказала? Не забывайте, что можно сушить и фрукты. На вкус так себе, но есть можно. Блэ, я не буду. Есть зелень. Нет уж, спасибо. Предпочту еду, приготовленную мамой. О, это мило. Так, ну что? Он такой грустный. Мне надо с ним поговорить. Давай, наверное, попудем нежный. Я думаю, да, сработает. Она нежно положила руку на плечо мужа и поцелала его в шею. Как ты, милый. Сейчас в порядке. Уныние минус 7. Сработало! Так, я знаю, что ты винишь себя во всем. Но поверь мне, не нужно. Ты виноват лишь в том, что ты любящий муж и заботливый отец нашей дочери. Ты хороший человек, Эрик. Не забывай об этом. Спасибо, родная. Ты придаешь мне сил. Смелость плюс 5. Ура! Отношения плюс 10. Так. Ну что же. Может быть, собака нас выручит. Собачка, спасай. Спасай положение, пожалуйста. Так, смотри. Давай, наверное, вот так вот. И вот так вот сделаем. Наверное, стоит все-таки снять ей полностью обезвоживание. Я бы даже, наверное, пожертвовал полностью. Чтобы со стопроцентным шансом все это сработало у нас. Так, посмотрим. Да. Сняли обезвоживание. И давай тогда сырую рыбу всем дадим. Отлично. Что у нас тут есть? Смотри-ка. 5.15. Давай, наверное, все-таки вот тебе дадим. Отлично. Тебе и, наверное, тебе. Отлично. Я думаю, этого хватит. Посмотрим, что нам получится у нас дальше. Здоровая пища. Снялась. Осталось минус 14. И собачка, кажется, у нас отдохнула. Ну что же, будем заканчивать. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь. Это очень важно для канала. И пока-пока. Увидимся еще. Субтитры сделал DimaTorzok